Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Вот отчет за субботу. Считай. Номер 50. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы 30.01.2016 год. За 30. Видите, только недавно нам это предложение сделали, уже 50.50 день. Как время летит стремительно. Ну и как эпиграф к этому ролику всегда берем один и тот же. Кругом измена, трусость и обман. Это известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Это намного больше, чем даже он думал заложено здесь. Это измена священного писания, измена Богу, измена в семье, поголовное все. Ну везде все измена. Ну а трусость говорить не надо, она вкоренена. Боюсь, сказать нельзя, что получится, как будет. Батюшка, благослови, а хотя бы совсем было не по делу. Ну измена. Ну и обманывают друг друга. Вот. И теперь вопросы, чтобы мне задавали, которые прямо надо заходить на наш форум. Не задавайте на контакт, я там не бываю. В мой мир можно. Вот два ресурса, где я бываю. Я оставляю, просто сами прочитайте. Потому что это повторяется у нас. Это объявление, что убрали ролики и по минутам, по секундам убрали. Вот как оно есть. Просмотрели. Вот что написано было. Считай. Большое спасибо, мой дорогой брат, за эту аудиокнигу. Я надеюсь, что это будет благословение моей духовной жизни. May God bless you, and his love never left you behind. Может, Господь благословит вас, и его любовь никогда вас не покинет. А, да, может, да, да никогда благословение Господне не покинет вас. But you are a chosen people. A royal... А, и дальше из 1 Петра 2.9. 1 Петра 2.9, прочитать надо. Так, Андрей Кречков. Добрый день. Я знаю, что приятнее смотреть на говорящего и слушать. Но вас и слушать, не видя, тоже очень хорошо. Например, беседы по скайпу. У вас есть ли только в аудио формате, где бы можно скачать минуя Ютуба? Ну, а если нет, буду скачивать с Ютуба. И стоит ли мне скидывать такие аудиофайлы вам на Яндекс, какие я прислал ранее? Спасибо, Андрей. Даже если пришлете, то не беда никакая. Дело в том, что вот наш сайт, и здесь столько проповедей, все они почти в аудио. Ну, сейчас видео. 1300 проповедей. Ну, вообще. Представьте себе. Стихи начитанные. Книги. Здесь почти 50 книг в виде аудио. Так что в виде аудио все на нашем сайте. Православный библейский сайт. Вот на него заходите и смотрите. Вот отсюда можете брать. Тарасий. Игнатий Тихонович, я в Исландии. Кто знает, где Исландия? Севернее ее только льды. А до этого писал, был в Африке. Вон до моряк дальнего плавания. И познакомились вот. Я имею большое желание много сделать для проповеди Евангелия. Хочу принять крещение. Хочу приобрести ваши книги. Помочь в распространении ваших книг и многое другое, связанное с благовестием, этим служением Богу. Прекрасно. Все. Все приветствую. Пожалуйста. Ну, дальше. Но. Я в сердце горю просто. Состояние интересное. Но все упирается в деньги. Поэтому делаю по мере возможностей. Передаю окружающим в электронном виде книги. Проповедую на судне всем. Капитанам, матросам, механикам. Даю фильмы и тому подобное. Горю внутри. Не подумайте, что я охладел к этому благому делу. Но пока активность слабая. Ввиду условий внешних. Я даже чувствую, когда вы молитесь. Вот видите, какое большое дело. Помоги ему опасно. Я плавал по морям и знаю, что это такое. Кто, говорит, на море в горе не бывал, тот горе не видал. Все остальное, даже сравнивать с нещим. Ни неба не видно, ни земли. А только бросает, заливает. Наклонит на бок. Один бог замерзает. Близкий к какому врушению. У меня стихотворение есть. О том. Рыбацкая шхуна с волнами боролась стремительно. Крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Просто найдите. В интернете там Виктор Николаевич Савченко поет на эту тему. На благословит Господь Тарасия вернуться. Деньги лишние не бывают. Я говорил уже, даже издать книги. Четыре у меня книги стихов. Уже все готово сверстанно издать. Ну, в каждой будет примерно по 160 страниц фотографий цветных. Два с половиной почти миллиона. По тысяче экземпляров всего только. Уже сверстал. Я же сам верстал. И книги были бы интересны. Это 3467 стихотворений. По 9 куплетов. И у каждой эпидемии священо писание. 42 строчки на одной странице. Все до одной заняты. Все во всей книге. Ну, нету просто. Нет возможности. Ну, на этом я оставил. Кто нашелся бы, издал. За определенные. Мне бы хотя бы 200 экземпляров дали. А там хоть сколько издавайте. Они эти книги стоят на нашем сайте. Который сейчас показывал. Готовые. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихоныч. Услышал ваши слова о вашем внутреннем интуитивном расположении к отцу Андрею Ткачеву. Интересно. Но это несколько сходно. И с моим восприятием этого батюшки. Сколько раз не пытался. Но дольше 15 минут ни одной беседы или проповедей выдержать не смог. Ну, никак не идет он мне. Причем нет никакой неприязни. Все вроде правильно говорит. У того же отца Дмитрия Смирнова при его частях межсловесных мычаниях. И то прослушал большее количество проповедей. А тут не лезет и все. Удивлялся тому. А теперь и вы сказали нечто подобное. Я сказал свое чувство. У меня к отцу Андрею никаких ничего нет. Просто благодарю Бога. Но. Как только он где-то я вижу начинает говорить. У меня внутри как что-то сжимается. Страх. Что как будто бы он говорит это не его. Как будто человек вышел, артист и говорит. Вот такое чувство. То есть опасность. Опасность буквально как флюидами от человека идет. Я могу ошибаться. Но мое мнение. Сколько раз не пытаюсь смотреть одно и то же. А потом не увидел. Он стоит, говорит. Прекрасно вокруг него сует. Так как черви в мешке люди заходят. Выходят. Он как будто никого не видит. Он говорит как будто для самого себя. Но наведи порядок. То есть дальше я гляжу какая биография была. И все нахожу подтверждение тому, что чувство меня не обманывает. А если бы он у вас здесь был, пришел здесь. Чувство остается то же самое. Нас и ближе познакомили. Чувство остается то же самое. То есть в любой момент как бы он может сделать лютым врагом. Так никаких оснований нет так думать. Хороший батюшка. Прекрасный. Замечательный. Его любят. Я говорю внутренне. Не судите за это. Как за сны. Нельзя судить. Так и это. Дальше. Я отвечаю. Это внутреннее предупреждение о грозящей опасности или обиде от того человека. Так и во сне. Говорит протестант Яр Николаевич Пейсти. И каждое его слово ложится на сердце. Когда меня судили, то распространение его проповедей также легло в обвинение за распространение его радиопроповедей. А слушайте, есть что было. 135 часов. Мы ездили и по Латвии. И там искали для нас чистые его записи. Мы с ним переписывались. Это самый, сказать, популярный был радиопроповедник. Я первый раз услышал, как говорит проповедь. Меня тогда ловили как-то. В 62-м году, когда я обратился к Богу, только покаялся. И что он по слову Божию говорит. И с ним сравнивать православных проповедников ни одного пока не могу. Ни одного. По сегодняшний день. Даже правильно говорит. Ну, такого вот напора. Как-то я ехал, у меня записи были на катушечном. И я в поезде включил. Мужик один послушал. Знаете, я не верующий человек. Но я поверил, что он верующий. Это у Мэя. Там, может, у Яхонтова. Есть стихотворение такое. Бэда. Проповедник. Как он шел, проповедовал. Говорил. Мальчишка. Слепой. Проповедник. А мальчик над ним посмеялся. Ягод свежих отведать. Или просто слепца он хотел обмануть. Послушай, старик. Я пойду отдохнуть. А ты, если хочешь, начни проповедать. С вершины увидали тебя пастухи. Какие-то старцы стоят на дороге. Вот жены с детьми. Говорим о Боге. О сыне, распятом за наши грехи. И старца лицо просеяло мгновенно. Как ключ, пробивающий каменный слой. Из уст его бледных. Живой волной. Высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, в су славе небо являлось. Дрожащая к небу рука поднималась. И слезы текли из потухших очей. Но вот догорела заря золотая. Луч солнца потух. И слышит, как мальчик, смеясь и толкая. Ему говорит. Довольно, старик, никого уже нет. Замолк грустно старец, главой паникая. Но только замолк он. От края до края. Аминь. Ему грянули камни в ответ. То есть, никого не было. Это вот проповедь Ярла Николаевича Пести. Дальше. А я тут взял из книги своей. Для слова Божия нет. То есть, как в зале суда было, именно про него говорилось. Выдержки. Из зала суда, Лапкин. Теперь по Ярлу книг нет. Но понятно, судья. То есть, меня судят за Ярла Пести. Тоже в обвинении было. Но это слушать надо. Книг-то нету. Книгу можно быстро научиться читать. Но слушать быстро нельзя никак. Иначе ты слова не будешь понимать. Судья Макаров Владимир Александрович. Перебивает. Есть пленки. Лапкин, знаете? Я пару слов в конце скажу вам. Потому что, помните, воины прибежали. У них еще руки от страха трослись. Продали свое и детей. Спасение навеки. Судья. Лапкин, Лапкин. Лапкин. Я сейчас хотел о Ярле сказать. Ведь по Ярлу книг нет. И только Ярла слушает 135 часов. И так как мы слушали в одном месте, в другом. Игнатий говорит здесь о прослушивании пленок в закрытом соседании суда. Слушали два специальные эксперта, кандидаты наук. 135 часов слушать, а они за сутки вернули назад. Но ясное дело, что они не слушали. Меня судья спрашивает. Ну, в общем, дальше такое? Дальше такое? Да, такое, потому что я знаю, 135 часов слушать или смотреть, как вы говорите. Мы просматривались с Надеждой Ивановной. Пленки не смотреть надо, их слушать надо. Нагорного как раз от Надежды Ивановны Нагорного. Пытаются перебить, Лапкин. Я прошу вас выслушать. Вопрос конкретно ставлю. Чтобы вы из Ярла нашли такие выражения, которые назывались бы не так. Допустим, вот из Тамбова написано, что этот центр там шпионский. То есть эксперты в городе. У меня 12 экспертов было, когда меня судили. Это я им задал работу. Ну, мне это статья распространения заведомо ложных измышлений, порочащих общественно-государственные строи Советского Союза. Ну, вы бы под статью меня подгоните. Тетория у Ярла Пестя, он не говорит ничего такого. Дальше. Вы тут наговорите. Я готов сам себя уже расстрелять. Вы не центр называйте. Не котел, где варилось что-то, а конкретно пищу. А то он работает в том центре сбора политической информации. Я этого ничего не знаю. Я проповеди беру в чистом виде, как они есть. А какое знамя на них? Звезда шестиконечная или свастика? Мне это? Судья. Вопрос в связи с работой Ярла какой будет? Лапкин. То же самое. Что относится ко мне, к обвинению? Что я распространяю заведомо ложные измышления? Содержат ли они это? То есть пленок представлено 15. Судья перебивает, диктует секретарше. Если содержатся, то какие? Лапкин. Какая дорожка, какое место, чтобы мы могли прослушать? И желательно, если можно, чтобы люди это... Ну, Даша, перебивает опять. Слышали. И теперь выслушать всю пленку, а не так, чтобы вы взяли в одном месте, например, назвал свой адрес, автор Стокгольм. А, Стокгольм. Не наше, под топор. Чтобы так не было. Судья, в краевом суде мы это говорим. А там, мы не так помним, тайно записали, отослали в опромцию, а там напечатали и к нам прислали. А горного нет, Лапкин. Что относится к преступлению, а не то, что с атеизмом. Там написано, мы не согласились. Ах так, атеизм, наша государственная религия, значит. Судья, еще какую, Лапкин, о произведениях отца Дмитрия Дудко не смотреть, а слушать, я прошу. Проповеди Дудко о проповеди там четыре пленки, чтобы также было указано пленка, дорожка и о чем. То есть, где обвинение по статье распространения ложных размышлений-то? В суде, вопросы те же самые, Лапкин, те же самые, теперь, а тьмы к свету. Потому что даже в обвинительном заключении, в этом, на шестом и на тринадцатых страницах, совершено противоположное. Совершенно противоположное. Совершенно противоположное, напечатал следователь. Это я вам говорю, шестая и тринадцатая страница, дело, у меня несколько томов его было. В одном месте написано антисоветский, а потом одумался и говорит, все дореволюционное. Дореволюционное, антисоветское. Ну, понятно. На этом полученная нами в Париже семисдатская запись обрывается. То есть, дальше. Русская мысль, Париж, номер 36, 55 декабря 1986 года, страница 7, Советский Союз сегодня. То есть, это заголовок статьи был. Юрий Соболев. Благодарю, Игнатий Тихонович, за пояснение. Да, пейсти я довольно послушал. Кстати, с вашей же подачи, я его ранее не знал. Немного цепляет, когда слышишь расхождение его толкования со святоотеческим. Но этого не так много, поэтому изначально на эту поправку надо сделать. В целом же, проповеди очень полезные, горячие, ревностные, а главное, ложатся. Вот мужик, который в поясе, я не верующий, говорит. Но вот что он говорит, это верующий. Это я поверил, что он верит. Почему я про беду стихотворения сказал? Без веры таких не бывает речей. Михаил Домнич, ссылка какая-то. Здравствуйте. Вам, как человеку особенному, верующему, я думаю, будет интересно посмотреть этот фильм. Как человек из гнилого материала, казалось бы, никчемного, создает шедевры. Так и Бог работает с нами. Слава Христу. Ну, деревья там находят гнилые, выпиливают, а такие огромные. И там приносят, где-то он там в Кабардино-Балкарии или где живет. Ой-ой-ой, я посмотрел, а то что? Даже на дрова негодные. Вот он выпиливает, потом у него бассейн вымачивает, там оскабливает и в магазины выставляет это. Делать нечего. Все это одним махом пожечь, выбросить и на сколько тысяч меньше мерзости будет. Михаил Домнич. Нашел общину в Красноярске, русской древнеправославной церкви. Прилагают, приглашают к общению. Вы что-то можете сказать о их священстве, первоапостольском преемстве, благодатности? Да, вы найдите, просто зарядите старое брящество, митрополит Корнили, они от них. Они искали 180 лет священства, вот единственный правильный путь. И наконец нашли митрополита Амбросия Боснийского. И он, два инока были там священных, Павел и Олимпий. И он их положил в епископы. А они вернулись, тут уже дальше пошла. Это законная иерархия, законная. У нас она по природе, мой дед по отцу там оттуда был. Я там венчался. Это законная, абсолютная иерархия. Божественная. Ну вот теперь посмотрим наш... Вот как раз только пришел морощак этот. Вот наш листик. Сюда заходите, устанавливайте со мной себя, спешите. Они, это, ну, маленькие такие где-то. Что он тут пишет? Вот сейчас, как это делается? Вот он пишет, видите, как удобно. Ну, у меня в это время сейчас закачка идет. И поэтому так туговато идет. Мотает на одном месте. А видно, что человек любознательный, многое находит, полезное скидывает. Ну, а я ему скидываю, чтобы мог он прочитать. Вот. Что он тут пишет? Вот. Слава Иисусу Христу! Храни вас Бог! Благодарю за слово и стихотворение. Знаю, многих вы несете на плечах своих в молитве. Понимаю. Есть и я там. Жизнь моя другая стала. Мир вам. Вот, видите, как он слушает мир. Мы молимся о всех. Владислав. Так что, спаси Христу. Дальше пишет он. Устами младенца. Идет урок. Учительница спрашивает. Дети, назовите какое-нибудь чудо. Девочка, воспитанная в христианской семье, поднимает руку. Учительница не хотят спрашивать ее. Чудо было, когда Бог перевел израильтян через Красное море. Учительница, видимо, не верящая в Бога, решила придраться. Это нельзя назвать чудом. Ученые определили, что в определенном месте, в определенное время, это море по колено, и его спокойно можно перейти. Да, так говорят. Учительница спрашивает дальше. Дети, ну кто-нибудь назовет какое-нибудь чудо. Опять эта девочка тянет руку. Учительница деваться некуда. Спрашивает. Чудо было, когда все фараоново войско утонуло в море, где было по колено воды. Это у нас тогда ходил такой рассказ. Девочки из баптистской семьи, детей много. А дерметишки-то неплохо учатся. Ну а одна девочка ходила где-то уже в четвертый класс. Одни пятерки. И вдруг приходит единица. Здесь мать, видишь, что такое она пошла. А что случилось? Она говорит, стихотворение не выучила. Как не выучила? Она спрашивает ее, я не знаю, как звать девочку, назовем Наташу. Она говорит, стихотворение я выучила. А почему? Так оно неправильное. А почему? Оказалось, там поминается лампочка Ильича. А девочке, ну расскажи тогда учительница. Она рассказала и сказала, свет Бог дал. Электричество Бог это сделал для нас. Учительница не знает, то ли единицу дальше ставит, то ли пятерку. Вот как надо говорить. У меня мои племянники, они в Новосибирске. Моя сестря Валентина. Кажется, роман там. И говорит, попросили написать. Что-то они попросили такое написать. Какое мое мнение о каком-то там событии. Я написал, да, конечно, это они разносили там, ну, другим, показывали в других классах-то. Сейчас что-то я не могу даже вспомнить, что-то такое было. А потом, они пишут, они могли бы вы написать о царе Николае, она сказала. Я говорю, нет, это не моя фигура. Это был наихудший царь, какие только были в России. Самый плохой, не худышний, как царь. Но как человек это самый хороший был. Да ни один бы царь, даже Алексей Михайлович не допустил такой беды, чтобы была революция. И все пошел на Голгопу, на разрушение государства и прочее. Вот так. Ну, и теперь дальше. Вот, это мы заходим на наш форум. Анатолий Тархов, Новосибирск. Игнатий Тихонович, прошу прокомментировать общественное движение против курения и распития алкоголя. Называется проект «Лев против». Вот ссылка на ролик, он недолгий. Просьба прокомментировать. Я несколько роликов посмотрел. То есть, они взяли маленькие огнетушители такие, кто курит, подходят, ему тушат. И у других добивается, чтобы и пиво вылить. Ребята, вы вышли, Анатолий, на тропу войны. Ну, вы меня спросили, я вам отвечаю. Впереди вас ждут такие передряги. У вас будут мертвые. Вы-то не будете людей резать, а вас будут резать. Сколько вас таких? Посчитайте, сколько. И кинете на страну, сколько курящих, сколько пьющих. До 90%-то вы ничего не сделаете. Да и сами-то где-то на задворках-то, может быть, курите и пьете. Вас государство не поддержит. Если с водкой надо закончить, никак не закончить. ИГИЛ придет, он закончит. В один день при том. Ну и они курят. Они наркотиками накачиваются. Сатане-то разницы нет, водкой или чем-то. Единственное, чем можно избавиться, уверовать во Христа. Свидетельство о Христе. Ты храм Божий, не имеешь права себя разрушать. Ты отвечаешь перед Богом. Курящий, пьющий, как самоубийца. Вот Жданов много проповедует. Президент Жданов, профессор Академии Городка Новосибирске, Владимир Георгиевич. И много он успел? Ничего. От патриарха Алексея приглашение было вести эти антиалкогольные беседы, так называемые, с попами спившимися. Запилить. Старобрядцы сплошь пьют. В общественном месте, они говорят. Они говорят, не курить вредно, а в общественном месте нельзя. Ну, отошел за угол, там, не общественное место, а в туалете и кури. Не курить совсем, это вам не сделать. В Тунисе сделают, мусульмане это сделают. Но они знают, что с алкоголем легче бороться, чем с табаком. Против табака они не воюют, нигде нет этого. А наркотики-то, такие трубки, знаете, кальялы-то эти у них. Вы делаете доброе дело. Доброе желание есть. Но зашли не с того конца. Вас просто порушат всех. Надо государственный закон, чтобы на вашей стороне было, ну, по крайней мере, миллионов, хотя бы 20 таких царионов. Это ему на руку. Только покажи, НТ его придумали называть-то. Вот он тут как раз с кирпичом бить и показывает, сколько у вас там уже голову пробитые люди. Жалко, видно, что вы все хорошие. Желайте добра. У меня сомнений даже в этом нет. Но зашли совершенно не с того конца. У вас будут убиты обязательно. У моей сестры, у нее муж Владимир Рустинов. И у них брат был, Миша. Он там где-то в десантных войсках служил. Ну, и коскнулась около магазина драка. А в один стороне стоял газета. Газета свернута. А там нож был. Чесак. И он, проходя мимо, бросился, ударил прямо в сердце. Миши нету. Вот и все. Ничего не сделать. Дальше. Максим Максаков. Дальше. Игнатий, доброго здоровья. Простите Христа ради. Прислали такое сообщение. Просветите. Павел, доброго здоровья. Простите Христа ради. Вот пол... Что-то два раза. Как это понимать? Просветитель, пожалуйста, беседа старовера. Ну, на кладбищах как беседуют. Я просто дам прочитать. Большое, видите, как. Ну, идут, сидят, беседуют. И там атеист или кто-то доказывает против Бога. Ну, против Бога. Смеется над причастием. И тут разбирать даже нечего. Выбросите это все и не разговаривайте. Следующее. Оля Волошин, Игнатий Тихонович, как вести себя с теми, кто грешит? Вот. У меня на работе завели разговор об абортах. Вот говорили. Теперь я отвечаю. Вот как. Мой ответ. Три места писания. Ни одного слова нет. Я призываю всех священников православных. Обратите внимание на наш форум. Я призываю вас учиться в школе у ног Христа. Не у меня. Но это надо знать. На любой вопрос нужно знать, как ответить из священного писания. Любой. Повторяю. Любой. Это я говорил в доме ученых Академгородке. Я сказал. На любой вопрос ответить Библию. Только один был не согласен. А у него Библия в руках. Я говорю. Три вопроса. Если я вам отвечу, тогда перед народом вы сможете встать и сказать. А профессорский состав эти все, говорится, большеголовые сидят-то. Ну, он задал вопрос. Можете попросить прощения, что вы не правы? Да. Он задал три вопроса. Первые два. Сразу ответил. А третье я ему со вступительным словом. И он встал и сказал. Я виноват. И встал и вышел. Ну, а потом уже дальше беседа была об аптистах. Александр Дорохин. Отец Игнатий, здравствуйте. Можете высказать свое мнение насчет этого видео? Вот они сидят, беседуют. Я посмотрел. Не буду высказывать. Может быть, внизу будет. Оля Волошина. Спасибо за ответ. Я понял, что обличать надо и терпеть их унижение. А вот священник Константин Качалов, который у меня в друзьях, сказал, что я не имею права даже замечать чужие грехи. Говорит, что Бог их будет судить. А я кто такая? Оказывается, у всех разные мнения. А может, он Библию не читал? 3.18. Книга про Рока Иезекииля. Ты видел согрешающего, не сказал. Он погибнет. Его кровь я с тебя обзыщу. Но если ты говорил, а он не послушал, его кровь на нем, а ты спас свою душу. И проходите мимо. В милиции везде написано. Библия говорит. Ты обязан, Оля, с батью, Оленька, вмешаться. Но надо думать как. Сергей Дудин. Санкт-Петербург. Игнать Тихонович. О том, что православные не носят галстук, я узнал только этим летом от одного знакомого батюшки. А почему нельзя носить батюшка, мне не объяснил. Вы мне можете сказать, почему православным нельзя носить галстук? Ну, зачем нужен он, в первую очередь? Это он не греет ничего. Это веревка тебе брать и душить. Как это Сашка Белый там. Хватал прокурора и душил. Собачья радость. Это масонский знак. И как? Или буговка должна быть расстегнута, или галстук. Не носите галстук и всегда будете вот так застегнуты. Вот так вот. Вот. Вот так. И посмотрите, даже священники везде расстегнуты. Он даже не понимает, что делать. Вот фильм ставят. Любой. Обязательно, чтобы блудная сцена была. Ну, раскол старобрядцы ставят. Ну, нам тут не надо. Ну, пускай он этот, кто он там, Коротков был, который играет в Абахума, выйдет из реки Галышом. Он вышел Галышом. Ну, увидели еще, тоже как у всех. А потом он и застает одна, блудит. Блудят на кровати они лежат. И потом его в подпол сажают. Если этой сцены нету, фильм не пройдет. Это мне потом только сказали. Я в Голливуде был. Дальше. Колоссиан 2.8. Это насчет галстука. Ну, вот я отвечаю. Яков 4.4 и 1 Иоанн 2.15. Да, по стихии меры не поступайте. Три места писания. Откуда что? Заметьте, как Колоссиным, Якова, 1 Иоанна. Трех апостолов беру, три свидетеля. Недостаточно, все, я отошел. Моя задача сказать. Дальше. О чем? Можете объяснить свое мнение насчет этого? Насчет чего? Ну, дальше. У меня ослабленный слух, и тут как эхом бьет. Поэтому я едва ли все понял. Это про монахов-то. Да. Ну, что понял, так они же говорят правильно и про каноны, и про постановления в священство, и про оглашенных, и прочее. Что это за ребята? Мне они понравились, и ничего нельзя сказать против. А нужно исполнять. Что они говорят со знанием дела? Монахи где? Вот ответ. Ты монахов не любишь. Я не монахов люблю, а то, что говорят, не по слову Божию. И дальше ответ. Левитам 18, глава 4, 5 стих. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив. Я, Господь. Я покажу, вот как пример, смотрите, черным, от стиха, от главы, от стих двоеточия, 4-5, то есть включительно, потом пробел, дефис, кавычка, и теперь другим шрифтом, жирным и курсивом. Вот, во всех книгах моих так сделано. Я понял, это наилучший метод, как выделить. Дима Красиленко, Украина, город Бершат, 17 лет. Как православие относится к порче? Как относиться к зеркалам при покойниках? К зеркалам никакого отношения не имеют. К зеркалам, зеркалам, так далее. Порче бывает, сказать, что ее нет, неправильно. Житей святого Симеона Нового, там Григорий шел, его заколдовала одна Мелания. Она такая была колдунья, говорит, на блуд всех соблазняла. Если кто не соглашался с ней сблудить, она наводила на него порчу, и человек каждое время умирал. И это она сделала с ним. Он почти на том свете оказался. Но молитвами отца своего, Василия Нового, он спасся. Она могла птицу остановить на лету, и птица стояла. Могла реку повернуть вспять. Вот житие какое, говорит, ведьма. Такой вопрос. Умер человек, он лежит в комнате мертвый, но против него зеркало. Которое не закрыто. Около этого человека стояла фотография живого человека. Которая смотрела прямо в зеркало, в котором у покойника и покойника было видно. Вот что можно посвятовать такому человеку. Сейчас фотографии смотрел в зеркало на фоне мертвеца. Это некие люди специально так сделали, чтобы навести порчу. Порча бывает там, где нет крепкой веры. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Вот верующие ничего не могут. У нас пришли порчу навести, я вел занятия в университете. Я сразу же встал за кафедру, объявил. И сразу мы стали молиться. Все аудитории, 410-й корпус В, АГТУ, их вымело как ветром. Я этих колдунов знаю и никогда не уклонялся от них. Они как огня боялись, когда видели меня. Цыгане толпой, сколько было, прятались за колонны в ЦУМе. Как увидят, я захожу, они прятались. Ярослав Вишневский, Беларусь, город Минск. Отец Игнатий, помолитесь обо мне вечером. Я тоже молитвах перед сном о вас помню. Отец Игнатий, неужели бесы так на правду могут мешать молиться? Уводить веру, обманывать человека. Подскажите что-нибудь, пожалуйста, спасибо. Да, могут они все это делать. Они многое могут делать. Но ты верующий, избави нас от лукавого. Неизвестно говорится. Надо молиться ей. Все кончится. Никогда не бояться. С бесами, с сатаной не надо только бороться. Их побеждать надо. 16-20 стих римлянам говорится. Сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. Кровью Агнуса. Какую молитву читаете? Ты не имеешь родной власти. Я искупленный чадо Христово. Прямо стой ему, говори. Ты разбит был на Голгопе. Тебя с неба сбросил Архангел Михаил. Отойди от меня с сатана. Я наследие Божие. Я избранник его. И ты увидишь, как он попятится. У меня было нападение на меня, когда Златоуса конспектировал. Просто я рассказывал не один раз. Кажется, волосы на тебе встали. Ну, мне неполных 30 лет было в это время. Не выключай свет. Мысли, мысли приходят. Я наброшусь на тебя. Ты ударишься в окно. Я тогда свет сразу же выключаю. В сарай ходить без света не включаю. Все в темноте делал. И дьявол попятился. По сей день нигде нету его. Елена Козырева. Город Ярославль. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень интересно про дятловцев. Согласно с вашей версией. Но категорически не согласно с вашим утверждением об их моральном облике. Медэкспертиза однозначно свидетельствует, что обе девушки, девушки Зина и Люда, девственницы. А в желудках всех дятловцев не обнаружено ни капли спиртного. Читайте заключение медэкспертизы. Для бесовского нападения уже достаточно того, что они не крещённые и не знают молитв. А обвинять и так уже несчастных людей в несуществующих грехах просто не милосердно. Ведь наши предки всегда знали о покойниках. Плохо не говорят. Всего доброго. Плохо не говорят. Ну то есть он гатер призывает. Как говорят, о покойниках ничего не говорить? Или хорошее? Это я от римлян взял. У римлян написано так. О покойниках говорит или всё, или ничего. Римляне знали это дело. Дальше я не говорил, что они не девственницы. Я говорю, трудно найти было. Трудно. Это они мои ровесники были в то время. О чём разговаривали в палатке? Травили. Хохотали. Я говорю, анекдоты говорили. Другого я ничего не говорил. Экспертиза показала. Почему? Верить или не верить, это уже никакого роли-то не играет. Вот эти, где Евгения Родиона взяли. О чём они говорят? Ну с любыми мужчинами, посмотрите, с молодыми ребятами-то. Ну ничего, ни одного слова нету, чтобы без МЭТа проходила без блуда. Я стою на вахте. Дежурю. В это время, ну, проходит секретарь Алла. И он возит их, он шофёр этот человек, возит с начальником, она ездит тоже. И вот она только прошла, этот шофёр подошёл ко мне и стал говорить про неё плохо. Ну, гнусно просто. А человек-то хороший шофёр-то. Я говорю, а зачем ты это говоришь-то? Ты же сейчас с ней говорил по-хорошему, это нехорошо. Ты её не исправляешь. Если она не такая, ты ей подскажи, чтобы она была такая. Я ему стыдил этими словами, и он больше заседнялся, никогда не говорил. И оказались мы потом добрые, я к его родителям ездил, печь делать позвали. Николай Диконький. Здравствуйте, батюшка, с днём воскресным. У меня сложная ситуация. Так получилось, что я узнал точно на сто процентов, что священник нашего прихода гей, гомосексуалист, скобка. Имеется доказательное видео и аудиозапись. Но я не хочу, чтобы позор из-за такого священника, нашей русско-православной церкви московской патриархии, пал бы на всю церковь. Объясните, пожалуйста, с точки зрения апостольских правил, каким образом может на таком священнике, гомике, сохраняться Божья благодать, если учесть, что этот человек был гомиком ещё до принятия таинств в священство. По правилам, ему был запрет на священство на всю жизнь. И что вы мне посоветуете сделать в этом случае? Только не советуйте мне молчать, потому что молчанию предаётся Господь. Он знает, это Григорий Богослов говорит. Ну да, принятие... Когда он был крещённый, вопрос стоит. Если это было докрещение, то всё снято. А если после крещения, он не должен быть священником, если священник, немедленно его надо разжаловать, и на этом всё. Но он может причаститься на следующий день, или в этот день. Два наказания нет. Вот такие канонические правила. Ну, в первую очередь, так ли это объяснение? Ну, знаешь, не подходи к нему. Сразу сообщить архиерею. Значит, архиерея-то ещё не такой же. Вот всё запутано так. Ну, во всяком случае, не понаслышке. Такое нехорошее слово у нас говорили в деревне. Говорят, не понасерке. То есть, что попало, скажут, а человек уже хватается. Он какой-то гомостексуалист. А он, может, знать не знает ничего. Люди видят, говорят, согрешающего. Но что-то у меня там не получилось. Не обновите в стране. Нет, не обновить надо. Я верну назад. А человек, может, знать не знает, и на него такой поклёк. Я не очень верю в эти грехи. Поэтому никогда не говорю. Ну, кому-то, может быть, дано это знать. Вот так. Это надо в конце теперь смотреть. Где он там у меня? Ну, вот тут и всё. А, так я вот что, переходил на другую страницу. Переход не получился. Сейчас мы пройдём. Задерживает немножко. Так Господь сделал. Вот наш форум, как выглядит. Смотрите. 1587. Заходите. И сразу писать надо не в ВКонтакте, где я не бываю, а именно здесь. Нет. Попутно я хотел показать наш сайт. И вот всё, что на нём где есть. Одновременно переходить можно сюда, в видеоканал. Вот теперь посмотрите. Вот наш видеоканал. Вот он как выглядит. Больше 4 тысяч наших роликов, не чужих. И вот здесь рядом идёт «Житие святых на каждый день». Она так обрабатывает. И моим голосом насчитано. 1173 «Жития». 12 томов Дмитрия Ростовского. Ещё из двух томов настольной книги. Второй, третий том. Взято 174 «Жития». «Жития». И вот здесь берите и слушайте. Только открыли и сразу заговорило. Ну вот. Теперь. Что тут написано? Вадим Варламов. Игнатий, я наркоман и алкоголик. Помоги мне словом. Господь же всех любит. И Он вас призвал для того, чтобы вы помогли грешникам, а не праведникам. То есть тем, кто нуждается во спасении. Ну как я тебе помогу? Обратись к Господу, покайся. И веруй в Господа Иисуса Христа. Он силен тебе помочь. Другого пути нету. Просто его нету. Не надо искать. Ну даже ты силой, волей перестал пить неверующий, перестал наркоманить, то всё равно в ад пойдёшь. Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким умрёт. Иван Громов. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Скажите, как найти своё призвание? Какие вопросы какие? Какое призвание? Ну как я могу сказать издалека, не зная вас. Я вот начальник детского лагеря, создатель детского лагеря. 44 года. Я внимательно наблюдаю, к чему у ребёнка тяга. И родителям подсказываю. В этом направлении обратите внимание. Может быть ему здесь надо быть. Обычно как дети? Кем хочешь быть? Космонавтом. А если девчонка, то артистком, певичкой там какой-то. Я одного мальчишку спрашиваю, такой пухленький. Я говорю, а ты кем хочешь быть? В авторемонтной мастерской, механиком. Вот это да. А почему? Так у меня папа там работает, я уже в машинах многое знаю. А другая девочка, хорошая. Я говорю, а ты кем хочешь быть? Ветеринаром. О, молодец. А где, почему? Да у меня мама ветеринаром. Она сумела дать. Ну, я говорю, вот вас надо вместе держать. У вас всегда будут дети накормлены, все у вас будет. На вас никакой кризис не подействует. Георгий Чижиков, город Горно-Алтайск. Пусть Господь хранит вас везде, дорогой друг Игнатий. Ну и он, кажется, буддист, кришноид. Дима Грундон. Как Бог дает вам так говорить? Спаси Бог. Многих лет жизни, спасение многих душ. Ну, говорю я там с священниками, там епископами. С благословения епископа. Я всегда говорю, благословите, Владыка. И Максим благословил, и вот Сергий был. Ну, какие бы не были. Ирина Иванчук, город Хмельницкий. Слава Богу, Игнатий Тихонович. Прошу прощения за столь позднее сообщение от совершенно незнакомого человека. У меня есть просьба к вам и вашим знакомым, если это возможно. Просьба о молитве за здравие человека по имени Виталий, который находится сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии. У него пневмония. Она дала осложнение. Врачи говорят, что спасти его может только чудо. Может быть, и ваша молитва поможет исцелить его тело и помочь душе, а также поможет поверить в чудо. Виталий Крещен и православий. Спасибо за понимание, ангела-хранителя. Ну, мы молились. Павел Бучин. С нами Бог. Как ваши дела, Игнатий Тихонович? Благословите и прошу ваших молитв. Да, Павел, мы молимся, и благословит вас Господь. Александр Конаныхин. Отец Игнатий, с доброго здоровья. Знаю вас, как православного миссионера. Скажите, если человек крещен обливательно, нужно ли его крестить еще раз? Спасибо. Еще раз, не надо крестить. Он не был крещен. Слово еще выбросьте. Он не крещен, был обманутый. Крестить один раз, крещение един. Это не крещение. Крещение означает погружение, другого нет смысла. Если человек не был погружен, как второй раз у него будет? Никак. Значит, галстук снять, бороду не брить. Приятный мужчина. Александр Грицай, Украина, город Киев. Слава Богу, Игнатий Тихонович, подскажите мне, пожалуйста, как мне быть? Я приглашен тещи за стол на польское Рождество. Все годы я находил отговорки, но неудобно отказываться, как мне быть. О! Ну, сходите, может, кому-то что-то скажете. Мало ли еще, еще польское Рождество. Оно Христово Рождество. Оля Волошина. Спасибо за ответ, Игнатий Тихонович. Я понял, что обличать надо, терпеть их не унижение. Я его священник, это было, вот это, я звонила сектанту, попыталась его уразумить. На что он негативно отреагировал и сказал, что женщинам не положено учить. Он прав? Нет, конечно, не прав. Обличать может любой. Но как знать, где сказать, как сказать? Это надо все знать, женщина. Женщина в церкви не может говорить. Дальше она свидетельница. Пример, это Мария Магдалина. Она была, говорит, апостолом для апостолов. Алина Лебедева. Игнатий Тихонович, я хотел спросить, у меня... Ага. У меня был муж, он умер, был некрещен. Как за него молиться? Я его до сих пор люблю. Ну, некрещеный, так и молитесь, как за некрещеного. И добавляйте, если, Господи, молитва моя не угодна тебе, прости меня. Это Лев Толстой умер, а его сестра монахиня Мария, она к опкинским старцам поехала, они так ей ответили. Илья Иванов. У меня водительское удостоверение. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, икона, икона поклонства, и для чего оно нужно? Кто придумал икона, дайте ссылку в я прочитать. Ну, где дать икону? Я вам отвечаю, где это третья глава Деяния апостола, шли в храм, сейчас молитва девятая, дальше Христос говорит, дом мой дом, молитва наречется. И из Икииля, 41 глава, 17 стих. Весь храм был в иконах, которые Господь назвал своим домом. Изображение икон. Там у меня, зайдите на наш форум, где сейчас есть, зарядите слово икона почитания подробно. Дальше. О чем тут есть? Так, насчет зеркала, покойник, порча, вот это все. Вот это, вот ответ какой, колоссиным, маркой, дальше. Невозможно вставить полный ответ, смотри продолжение, что-то новое ввели опять в систему инспирацию форума. Просто такое, дальше. Все это, все эти приметы высмеивает святой Иоанн Златоуст и называет бреднями пьяных старух. Ну вот какой ответ, дальше. Николай Дикой, у меня освященник, который гомосексуалист, предположение. Ну вот я отвечаю, смотри какой большой ответ. Считай. Если это абсолютно достоверно, как вы тут пишете, то этого беззаконника нужно немедленно остановить. Сообщить патриархию и епархиальному епископу, в синод и далее. Свергнуть. А пока этого нет, не подходите близко к такому сквернавцу, садомиту. Правило Григория Ницкого, 44-е. Грехи, бывающие от вожделения и сладострасти, разделяются следующим образом. Дальше поясняйте, видите, какой большой ответ. Вот понимаете, просчитайте. Дальше. Вот правило Василия Ильи, апостольское правило. Вот сколько я ответ даю. Ну никакой священник сегодня отвечать так не будет. Он правила не знает и так. Ролик весь пять минут и еще нет. Нет, сейчас сказать-то, пустое место. Дальше. Вот убийцы. Как, откуда? Вот это просчитать. Еще что? О чем? Как найти свое призвание, вопрос. Вот призвание, вот какое. Луки просчитать, нужно 1 Иоанна, Евангелие от Иоанна. Вот это просчитайте, его увидите. Дальше об обливании, окрещение. Вот я показываю, где наш форум. На форуме написано, в ютубе, где есть окрещение. И Святой Библии, и Святых Канонов. Вот посмотрите сами, вот это что есть. Ответ данный. Ну и дальше что? Александр Грицай, слава Богу, Игнатий, подскажите мне, пожалуйста, как-нибудь я приглашен теща за стол поиска Рождества. Можете и сходить, но скоромного не есть. И быть там истинным свидетелем Христовым. Все же это Рождество Христово, не тещина, и нужно почтить Христа, а не тещу только. Сергей Дудин. Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, надо ли оказывать помощь мусульманам и их детям, если они нуждаются в ней. А то у меня произошел спор с православными. Они говорят мне, что я должен помогать только православным семьям. А я у них спрашиваю, где это написано в Святой Библии? На что получаю ответ, что я, совершая грех, помогаю мусульманам. Ну да, конечно помогаешь, усиливаешь силы врагов этим самым. Но мы должны помнить о том, что человек нуждающийся, протягивает руку. Всем она и паще своим поверит. Последствия неопределена, говорит, надо помогать. Я им помогаю в первую очередь, когда в тюрьме, где были, это другой народу для них, им трудно, и они находят путь к Богу. Так что помогай, как помогал, так и помогай, Сергей. А вот об иконопочитании, где прочитать. Об иконах, видите, какой я даю ответ. Ответ на основании Слова Божия. Сейчас мы переходим на следующую страницу. Видите, сколько, много ответов. Опять нет ничего? Да. Ты считаешь, обновление поможет? Поможет. Ну-ка посмотрим. Ну вот у меня, видите, мы не дождались, тут закачка кончится через час. У меня медленно-медленно, один ролик закачивается 6 часов. Один ролик. А всего-то там 1,2 гигабайта. Ну, 1,2 гигабайта. И что я могу на это сказать? Вот. Сейчас откроется, мы посмотрим. Что дальше? Ну, помогать в своем повере надо или как? Да. Игла там 6 глава, 10 стих. И так, доколе есть время, будем делать добро всем. А в своем повере. Александр Ломаркин. Игнатий, здравствуйте. Я прочитал ваши материалы на форуме о рождении свыше. Но как получить рождение свыше? Что вы делали? И правда, вы голос Христа слышите? Слышите? То есть, я не слышу. Как понимаете? Я через слово Божие верую. И через веру это я слышу голос Божий. Я осознал то состояние, про которое вы говорили. Лучше бы человек не родился. Очень страшно. Я думал о одном человеке, что он экстрасенс, а потом увидел его в храме. Может ли быть, что в нем был Святой Дух? И получается, что это холодно Духа Святого? Ну, он экстрасенс, которые так ли ходят в храм. Они все ходят, колдуны, в храм. И причащаются, и не боятся. Так как фарисеи тоже говорили на Христа, что он делает чудеса. Ну, за очередь никак не скажешь. Как это может быть? Не знаю. Надо на месте узнавать. Николай Диконький. Игнат Тихонович, благодарю вас за развернутый ответ. В том-то и дело, что этот беззаконник является не просто священником, а он уже стал в прошлом году епископом Яранским и Лузским. Ну, дальше прочитайте. Изнасилование, тут проще. Все. Вот я отвечаю, уже ответил. Мне до того неприятно, а то даже говорить не хочу. Настолько омерзительно все это. Наталья Скромная. Игнатий Тихонович, вы знаете, что у нас священник погиб. 16 ноября в этой катастрофе трагически погиб на 40-м году жизни клирик Феодоровского государева субора царского села Ерея Ростислава Солопенко. Да, покоит его Господь в обительстве. У отца Ростислава осталось с матушкой трое детей, которые нуждаются в помощи. Ну, понятно. То есть помощь нужна. Отец Игнатий Ярослав Вишневский, простите меня, пожалуйста, скажите, что Лукова больше всего боится, когда простой человек делает и прогоняет его. Ведь даже в храме он искушать иногда может. Больше всего он боится нашей любви к Господу, знания священного писания и смирения, послушания заповедям Божьим. Он терпеть не может этого. А остальное, что там наговаривает, плещет водой, это не на первом месте. Это о чем? Это о рождении свыше, говорит? Вот я показал, откуда и что идет. Вот у нас фотография. Это наша фотография у нас, 13-летняя. Лена на пирсе перед самым крещением. Да. Ольга Михайлова, вечер добрый, Игнатий. Словно в гостях у вас побывала. С 2007 года много воды утекло. Что сейчас с Леной, как живет, чем занимается, и пришла ли к вере ее мама? Мама, как вы не слышали, не пришла. Но Лена еще, она ходит в церковь. Ходит. Дальше еще сказать. Ольга Михайлова, вечер добрый, Игнатий. Словно в гостях. В моем мире более 7 тысяч фотографий. 18 тысяч сегодня уже. Дальше. Вопросы о частной жизни, не в моей компетенции. Да ни к чему это. Если серьезно желать и узнать, то для ничего. Просто для праздного любопытства. Не зная ничего из заданного вопроса, можете молиться о них. А если уж очень хочется получить ответ, то смотрите на нашем форуме, в теме собрания. И там можете увидеть Лену, работающую с глухонемыми, с ордопереводчиком и на богослужении. Архив собраний города Барнаула и там форума. Вот там ее показано где-то. Я не люблю, когда он частный начинает что-то говорить. Это ничего не дает. А как, а вот где, как. А что тебе даст, когда ты за сотни, за тысячи километров находишься? Ты узнал, а ты молись. Георгий Чижиков, посмотри, друг, с чем вы кланяетесь. Вот он пошел уже говорить против иконы, проще это, Чижиков. Александр Грачев, Игнат Тихонович, жду вашего комментария по этому видео. Что-то непонятно. В США уже воспитали поколение манкуртов. У нас почти воспитали. Есть у американцев такой сериал про войну в Ираке. Название «Поколение убийц». Ну, а то понятно, о чем говорит. «Поколение убийц, какие они есть». Интересно, был когда напротив торговый центр. Ну, поднимают туда, 5 долларов нужно заплатить. В каждом лифте 50 человек. Как пуля несется, уши закладывает. Ну, я там смотрел трубу, там рядом и статуя стоит. И когда спустился, там такие пальмы растут. И коп, как называют, подошел к полицейске. Ну, я по-английски с ним разговаривал. Он говорит, «О, Россия подниматься будет, а Америка вниз пойдет». Ну, что-то как-то не патриотично он высказался. Вячеслав Савин, 40 лет. Батецкий, Новогородская область, Россия. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень хочу приобрести ваши книги. Читаю в электронке все по душе. Но нужно в книгах. Что нужно от меня? Такие действия. Если это возможно, напишите ответ. Спасибо, Христос. Лариса Середа, 40 лет, Москва. Игнатий Тихонович, я слышал о вас талант поэзии. И что вы смелый человек. Не боитесь говорить то, что думаете. И что от вашей деятельности воюют местные священники. Кстати, хотелось бы услышать вашу точку зрения о них. Ну, я уже слишком много сказал по этому освященству. К истинному православию в книге там все сказано. Я не считаю себя не смелым никаким. Я люблю моего Господа. А Он повелевает мне заботиться о всех. Я говорю с одной целью. Чтобы если он волк, чтобы отошли от него. А чтобы волк стал овцой. Только и всего. О чем тут я? А в сериал американский. Война в Ираке. Ну, вот видите, какие места писания. Прибрись, посмотрите. Дальше. Наталья Калач, Тольятти. Отец Игнатий, добрый день. Скажите, пожалуйста, как молиться за часто гнивающегося человека? Она, видно, как больные руки. Там что-то она говорила вроде бы такое. Ну, часто, не часто. Просто за человека молишься и поминаешь его. Господи, сотвори ему благо. Дай ему духовное рождение. Вот я молюсь, чтобы патриарх родился свыше. Папа римский. И всем. И пастве, и епископам. О чем? Хочу приобрести ваши книги. Ну, вот книги. А книга, как говорится. Ну, это цены все устаревшие. Новое теперь все. В общей книге сколько стоит? 24 с половиной тысячи. 38 томов. Это то, что вы, смелый человек, хотят узнать вашу точку зрения о священниках. Ну, да. Так. Светлана Алиник, Кривой Рог. Геннадий Тихонич, спасибо, Господи, вас. Посмотрел много ваших видео сегодня. Спасибо. И только что ваш фильм «Развод» впечатлилась вашими советами. Очень прошу вашей помощи и мне. Грешная рыбе. Дело у меня непростое. Двое взрослых, дочери, Юля 29 лет и Лена 25 лет, в марте 2012 года уехали в Киев. Даже нам с отцом ничего не сказав. Вылезли кое-какие вещи и всю полностью свою одежду. Потом сказали устраивать личную жизнь. А тайком, так как знали, что мы будем против этого, дома не жили. Ну и дальше прочитайте подробности, подробности много пишет. Посмотрите как. Ей тоже надо ответ. Найди где ответ. О чем эта речь вот здесь? Так. Помолитесь, ради Бога, за нас мужем Светлана Игорь. Ну да. Детей наши. Ответ вот он где. Дальше. Ева Славянова. Ох, какая. Какая. И Геннадий Тихоныч. Спасибо за душевное видео. Я добавлю вас в друзья. Можно вас попросить? Помолиться за меня. Не могу преодолеть одно серьезное жизненное испытание. В крещении Ева. Согласно молиться вместе с вами. Интересно. Вот Ева. Я встретил священника, а его звать Адам. А жена у него Ева. Это нарушение. Это не монашеский. Именно такое имя есть. Ну а потом он стал священником в Киеве. Да. Ну у него были там Ахалакеева. Замечательный батюшка. Наталья Калач, Тольятти. Отец Игнатий, подскажите пожалуйста. Сама я инвалид первой группы, неходящая. В связи с этим в церкви не бывает раз, два или три в году. Причащаясь на дому, духовно и физически очень немощно. Живу с почти неверующими мирскими родственниками. Как же мне спасать душу свою в такой ситуации? Да вы ее спасаете как есть. Благодари Бога за все. Благодари и больше ничего не надо. И словословь его. Остальное Богу смотрит. Коротенькая жизнь мелькнет и даже не заметишь. Вот так. Наталья Калач, Тольятти, Отец Игнатий. А вот ей же ответ. Я ей отвечаю. Вот она ответ. Вот три места. Псалтырь два места. И Первая Каринтина. Вот ответ. Она ответ получает от Бога. Ну прочитайте какие. Дальше. Марина Алексеевна Гри Цишина. Добрый день. Если можно, хочу вас попросить помолиться за меня. Чтобы Бог мне дал возможность работать. И управил мою женскую судьбу по его воле. Спасибо Господи. Согласна и готова молиться вместе с вами. Они знают, что обязательно надо вместе молиться. Хорошо. Мы молились уже. Это ей ответ идет. Вот ответ. Посчитайте. Смотрите, какой наш ответ. Когда просят помолиться. Просто зафиксируйте себе. И вот дальше. Вот все как ответ. Дальше. Вот она ответ. Дальше что? Светлана Олейник. Это она. Ну что она тут? А дочери уехали в Киев жить. Ну, ну, ну. Благодарю, что они остались равнодушными к нашей проблеме. Я не знаю вообще, как мне с ними себя вести. Вести. Остается только молиться. Хочу вам сказать, что на одном дыхании смотрим ваши записи. Мы очень соскучились за настоящей проповедью. Спаси вас, Господи, за ваше слово. Храни вас Богом. Ну, вот не все хулят. Дальше. Макс Сакариста. Смотрите, батюшка Игнатий, у меня мысли в голове дурные. Мне кажется, что у меня будет ребенок инвалидом. Я этого очень сильно боюсь. Как от этого можно избавиться с помощью Бога? Можно или нет? И как? Можно. Для Бога доверьтесь. Доверьтесь во всем Богу. Положись на Бога, чтобы был сон хороший. Начинают спрашивать, как, что. Ну, как говорится. Я ничего не могу придумать для тела, как. Ты ходишь, где попало. Ну-ка, иди сюда. Пошли сюда. Опа. Рыжая ты. Наступает на пепитер. Там сразу переключается. Дальше. Это ей, наверное? Да, предыдущая. Вот и ответ. Вот какое тебе. Два местописания. Я не отвечаю. Бог отвечает. Ирина Федулова. Батюшка Игнатий, здравствуйте. Мне два дня подряд не оставляют пошлые, хуйные мысли. Молитва Иисусова не помогает. Через минуту снова мысли возвращаются. Сейчас только Евангелие почитала, стало легче. А эти дни ад какой-то был. Значит, просчитайте, что она говорит здесь. Это большое. Просчитайте. Дурные мысли сильные. Алексей Александрович Корнюшко, Минск. Миром Игнатий, к какой конфессии вы относитесь? Кто такие митрополит Иларион и митрополит Виталий, которые на фотографии с Игнатием Лапкиным? Который на фотографии с Лапкиным? Ну да. Из Российской Православной Свободной Церкви. Это раскол. Чем он вызван? Почему разногласия? Хочется понять реальность. Заметно, что Игнатий Лапки творческая, незаврядная личность. Но почему нет взаимоотношений и взаимодействия с официальной Православной Церковью? Да, я не могу назвать даже епископа, у кого такое близкое общение с Православной Церковью, что столько говорил, писал, рассылал, говорил. Я всем архиереям писал много лет о крещении, а сейчас уже купели строят. Как быстро делают. Если что-то не сходится, сектант. Сегодня большая самая секта Московской Патриархии, как пишут в интернете. Светлана Олейник. Игнатий Тихонович, спасибо Господи. В случайности я не верю давно уже. Только по милости Божьей вы сегодня пригласили меня в друзья. В будущий выходной мы с мужем целый день не можем оторваться от ваших видео. Нас батюшка благословил вести уроки в воскресной школе, поэтому ваши беседы, наставления не оставили нас безразличными. Пусть Господь хранит вас и дает вам силы и здоровье телесное и духовное. Видите, какие люди, но не все вроде. Это о чем? О хольных помыслах, два дня которые есть. Вот оно, смотрите, какой ответ дается. Вот ответ. Сначала нужно родиться свыше, и Дух Божий укажет. Вот три места. Писание. Ну, три места просчитает, еще он получит ответ от Бога. А в чем? В чем расколе спрашивает? Ага, ну, читай. Почему вас так интересует мое фото? Митрополит Виталий, предстоятель русской, православной, зарубежной, мигрантской, белогородейской царской церкви, Ларион, первосвятитель теперь этой же церкви, а тогда он был секретарем в Синоде. Теперь они соединились с патриархией московской. Избрание Лариона утверждал патриарх Алексей II. Никому они головы не раскалывали, и свои головы у них не были треснутыми. Никогда они не были в никаком расколе, а были в эмиграции. Далее вы вопрошаете, почему нет взаимоотношений и взаимодействия с официальной православной церковью. Но могли же бы вы посмотреть видеоролики на нашем форуме, в ютубе в моем мире, где мы молимся в храмах московской патриархии, и их епископы служат у нас со своими священниками и семинаристами. Тут что пояснять? В ясный день наводить на сумрачное сердце плетень и тень подозрения и недоверия. Значит, такова участь говорящего. Это его пейзаж, это его планита. Вот дальше ответ. Смотрите, можно прочитать Матфея, 1 Иоанна. Вот сколько мест писания. Смотрите. Вот ответ какой дается. Николай Мартыненко. Миром Игнатий прослушал сейчас вашу проповедь об Александре Шевченко и говорении языками. Хорошо вы сказали, хотя с отдельными моментами я не согласен. А я сам баптист. Обидно за весь протестантский мир. Очень горько и обидно. Видите, какой еще раз дальше. А Рождество, ведь языческий праздник. Никто не знает точной даты рождения Христа. Впервые празднование Рождества было введено в 337-33 году нашей эры. А до этого не было. Христос заповедал проводить, как говорится в Библии, одну вечерю в воспоминании его смерти. Почему же церкви мира не слушают Христа, делая то, что им нравится, по их плотским надменным душам? Нет, Игнатий. Истинной церкви Божией нет ее. Все видоизменилось, стало плотскими, языческими. А ведь в Первоапостольской церкви поклонялись Богу в простоте. Не было ни храмов, ничего не было. Апостолы носили простую, незамысловатую одежду, вели простой образ жизни. Почему сейчас так? Где она истинная церковь? Вот ответ. Дальше о чем? Вова Корнев. А вы знаете митрополита Вениамина Пушкаря? Вот, теперь отвечаю. И что из того? Покажите его фото и спросите его, был ли он в Потеряевке и знает ли меня? Вот так. Это, который Баптист очень... Да, про Баптиста. Вот я ему ответ даю. Поясню. Что никогда и нигде я не говорил, что спасение только в православии спасает Бог, но на определенных условиях, им же и выстановленных. А просто так, самопроизвольно, прилепляться к словам Божьим и утверждать, что о тебе это сказано, на это нужны очень веские основания. Ну и дальше я поясняю, откуда, что, как нужно говорить. Вот секта, что означает, вот пять сильных, это я уже говорил, просто показываю. Священство Аронова, как к нам относятся, почему это они являются не церковью. Вот все эти места. Вот еще. А в церкви никакого понятия в сектантах нет, я об этом здесь и говорю. Просто у меня времени нет на это. Дальше. О, Полина Капранова. Игнатий, здравствуйте. Вы знаете Людмилу Плет? Она не православная? Нет, не православная она. Знаю. Ответ. Плет. Я делаю сейчас дело, за которое меня судят почти все православные. Я дам ссылку на речь по учению неправославной женщины Плет Людмилы Михайловны о целомудрии. В вопросе спасения у нее нет никакого понятия церкви Христовой. Но вот о вопросе о чистоте жизни она даст ли встать впереди в своей речи и знатным православным. И если кто желает истинного счастья в семье своим детям, себе лично, внукам и всему юношеству, советую прослушать эту более часовую речь по учению неправославной женщины. Думаю, что под ее выступлением попечительство почти полностью подпишется после прослушивания и православные. Епископы, священники и вплоть до патриарха Людмила Плет, беседа с девушками о целомудрии. Эта беседа есть на нашем форуме здесь. Вот она где. Почитайте, это чудная вещь. Александр Калугер. Спасибо, Господи. Моя проблема заключается в том, что не могу создать семью. Мне 29 лет. Уже год встречаюсь с девушкой, но никак не могу решиться сделать ей предложение. Хотя знаю, что она согласна. Она настроена создавать семью. Ну понятно, прочитайте. Ты не прав. Если бы встречается, то есть блудите. Вы девушкой пишете? Да. Я пишу. Сошлись два блудника. Это Авдии пророк? Авдии, Авдии пророк. Гордость сердца. Евреям. Яков. Надо знать, какие места об этом говорят. Дальше. Лариса Головина. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Можно я задам вам вопрос? Есть, если в семье есть психически больной человек, это одержимость или болезнь? Как распознать? Ну да какая физическая болезнь? Я отвечаю. Дорогая Лариса, ну как я могу сказать что-то определенное, не видев ни ребенка, ни вас? Читайте внимательно Святую Библию и советуйтесь в храме со священниками, живущими по Святой Библии, или найдите такого и молитесь, чтобы Бог через него ответил. И если получите точный ответ, то что это вам даст? Пока работайте по обеим вариантам и находите вину в себе, что ребенок несет такой тяжкий крест из-за родителей. Это самая конструктивная программа и не на один день. Псалом 72, 28 А мне благо приближаться к Богу, но Господа Бога я возложил по Ване мою, чтобы возвещать все дела твои. Дальше Тамара Зиновкина, уважаемый Игнатий, низкий поклон вам. Очень рада нашей новой встрече, надеюсь продолжением по вашему доброму предложению во спасение наших душ и во славу Божию. Понятно, хорошее слово. Дальше что? Речь идет о моем отце, ему 22, 82 года, Николая Мартыненко, бакист. Здравствуйте. Игнатий, как же хорошо вы написали, мне нечего вам сказать. Спасибо вам. Посоветуйте мне, как баптисту посмотреть какой-нибудь ваш ролик проповедь. Грустно мне от всего. Он говорит, нет церкви, нет сверху. Вот я отвечаю, вот эти, канал, где наши, так. Это, нет, это ему, это ему, это ему. Да. Отвечайте. Мне сделать это почти невозможно, потому что я не молился конкретно о вашей нужде, потому и не могу знать, чего именно ждет ваша душа. На нашем ютубе, видеоканале много плейлистов, папок, и там можете себе выбрать 1400 роликов наших. Ну, тогда было 1400, а сейчас больше 4000. Руслан Братко. Добрый вечер, уважаемый Игнатий, подскажите, где мне найти Библию без разделения на слова и главы, сплошным текстом и молитвы, если есть в таком же стиле. Что бы читает там? Юрий Кальминс, Игнатий Тихонович. Она похож на Кирилла Устинова. Игнатий Тихонович, еврейский вопрос очень важен для меня, поэтому, видя основательность вашего подхода ко всему, хочу предложить вам изучить вопрос Шелхана Руха, статья Википедии. Вот, понятно, Шелхана Руха, я это объяснял уже. Мне нужно только ссылку сделать, вот посмотри, что тут написано, можно или нет это узнать, увидеть просто. Ответ большой, дальше. Алексей Корнюшко. Вот, сектантом можно назвать. А наш город Борисов, более 150 тысяч населения, бесед, лекции, встреч для молодых людей из среднего возраста почти не проводят. Никто из священства не может взять такую нагрузку. Только проводят службу в храме, чтобы побыть на семинарах, есть возможность. Дальше, это кто? Александр Георгиевич Елиозов, Красноярск. Игнатий Тихонович, это очень замечательно, что деревня имеет такой заповедник. Значит, Россия выживает. Семья и семейные ценности. Я много пишу об этом, хотя еще холост. Очень хотелось бы посетить деревню и написать об этом. Пожалуйста, благословите меня и мою невесту. Все, пока. На этом конец. Благодарение Богу, Никита. Благодарю, да? Больше часа. Во славу Христову. Благодарю. Слава Христу. Благодарю. Благодарю. Продолжение следует...